МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости на телеканале ВИДНОЕ ТВ проведу я, Татьяна Брылова. И вначале коротко о темах выпуска. Медали к юбилею Ленинского района вручили лучшим сотрудникам московского газоперерабатывающего завода. Я хочу пожелать вашему предприятию процветания. «Цифровые миры» под таким названием открылась необычная экспозиция в историко-культурном центре. Он увлекается наукой и следит за научными достижениями. И все это старается перенести в свои работы. ВИДНОМ состоялись соревнования по мини-футболу на кубок ветеранов московского «Спартака». Все, что лучше у нас в этой жизни было, связано с футбольным полем и с мячом. В преддверии празднования 90-летия Ленинского района глава муниципалитета посетил одно из старейших предприятий «Московский газоперерабатывающий завод». После небольшой экскурсии Валерий Венцель вручил лучшим сотрудникам памятные медали и ответил на вопросы. Наблюдала за происходящим и наша съемочная группа. В честь 90-летия Московской области и Ленинского района глава муниципалитета проводит встречи с коллективами предприятий и отмечает сотрудников, достигших лучших результатов в своей работе. Одним из первых Валерий Венцель посетил одно из старейших предприятий в поселке Развилка – Московский газоперерабатывающий завод. Экскурсию начали с осмотра нового оборудования. Представляем вам установку по сжижению природного газа мощностью 600 кг в час, производительностью 600 кг в час. Это единственная на сегодняшний день заправка с сжиженным природным газом в Москве и Московской области. Природный сжиженный газ в качестве топлива не только экологичен, но и позволяет снизить стоимость километра пробега. Такая установка позволяет заправлять технику, которая оснащена специальными криобаками. На сегодняшний день это исключительно грузовой транспорт, большегрузные автомобили и тягачи. Но в дальнейшее время планируется перевести на такое топливо часть пассажирских автобусов и КАМАЗов. Ожидается, что до конца года количество транспорта, использующего данный вид топлива, увеличится в 10 раз. Одна заправка такому автомобилю позволяет пройти от 650 км до 750 км при полной загрузке 22 тонны. На сегодняшний день это самое экологичное топливо и перспективное для использования. Затем глава муниципалитета осмотрел территорию предприятия, заглянул в цех производства приборов для учета газа и в цеха гелиевого производства. Здесь мы выпускаем и раскачиваем гелий А и Б марки и делаем особо чистый гелий. Вот следующий год мы мы модернизировали по производству гелий высокой частоты. Слесарь ремонта механического цеха Алексей Евсеев трудится на московском газоперерабатывающем уже почти 20 лет. Говорит, работа нравится, хоть ее и достаточно много. Сейчас вот занимаемся реконструкцией и обвязкой гелейного цеха. То есть, можно сказать, полностью восстановили до такого современного уровня, можно сказать. У нас там электроника уже и практически такого физического труда мало осталось. Алексей – один из 24 лучших сотрудников предприятия, кому в этот день глава муниципалитета лично вручил памятную медаль в честь 90-летия Ленинского района. Я всех вас благодарю, что нашли время. Я вас благодарю, что провели экскурсии, показали свое уникальное предприятие. Я хочу пожелать вашему предприятию процветания, прошли непростой период. Я уверен, дальше все будет развиваться и получаться еще лучше, и лучше, и лучше. Ну а мы со своей стороны всегда готовы быть рядом. После торжественной части работники завода смогли задать свои вопросы главе муниципалитета и получить на них развернутые ответы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Видном проходит плановая проверка газового оборудования в частных владениях. Сотрудники компании «Промгазэнергосервис», обслуживающие жилые дома в нашем районе, обходят квартиры и проверяют состояние газовых плит, а с помощью сигнализатора утечки газа выявляют нарушение целостности труб. К нашему мобильному репортеру, живущему на Петровском проезде, также пришел сотрудник обслуживающей компании с проверкой. Сигнализатор сразу показал утечку газа, и сотрудник «Промгазэнергосервиса» предложил тут же устранить неполадку. С собой у него было все необходимое. Виктор Николаевич Пигарев трудится в этой сфере четверть века. Опыт и мастерство помогли ему быстро справиться с работой. Пока устранял неполадки, рассказал, что часто, особенно от пожилых людей, слышит жалобы на то, что их обманывают. Аферистов много, аферистов много всяких. Входят, навязывают газовые счетчики, газонализаторы, нюхачи всякие, разводят бабок. Виктор Николаевич предупредил, что каждый представитель газовой компании, который приходит с проверкой, обязан предъявить удостоверение. А продажей и рекламой приборов они не занимаются. По окончании мастер попросил подписать акт, а на вопрос о стоимости работы даже слегка обиделся. Хозяевам осталось только на словах поблагодарить газовщика. В районном историко-культурном центре открылась выставка художника Николая Баде. Возможно, это одна из самых необычных экспозиций из когда-либо представлявшихся в Винном. В этом убедилась наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Мы постоянно слышим о прогрессивных художниках, которые используют для творчества самые неожиданные материалы и современные научные достижения. Но, как выяснилось, один из них живет рядом с нами, в Расторгуйской части города Видное. Николай Владимирович разработал свою уникальную технику синтеза фотографий и живописи. В настоящее время автор создает свои работы с использованием современных технологий. Выставка получила название «Цифровые миры», «Земля, космос», «Другие планеты Вселенной». Эти работы не фотокопии, репродукции или картины. Даже опытные работники историко-культурного центра не сразу приняли эти творения. Что были за эмоции? Удивления. Сначала, конечно, удивление, потому что в наше время человек занимается этим, и причем он занимается этим очень серьезно. Он увлекается наукой и следит за научными достижениями. И все это старается перенести в свои работы. Всего на выставке представлено около 70 картин, и многие из этих работ вполне могут стать прекрасными иллюстрациями для фантастических книг. Не будет преувеличением сказать, что смотреть эту выставку людям без фантазии строго запрещено. Художник играет цветом, геометрией и пространством, словно пытается донести до зрителей, что не везде существуют земные законы. И когда понимаешь это, сразу начинаешь по-иному смотреть и на мир окружающий. Николай Баде в прошлом профессиональный фотограф. Собственно, из ретуши фото и выросло новое увлечение. В настоящий момент автор практически полностью отошел от занятия фотографией, целиком посвятив себя компьютерному творчеству. За последний год я, наверное, из фотографий ничего не сделал. А вот в основном делал работу с чистого листа на компьютере. В принципе, да, то, что я создаю с чистого листа, мне больше по душе. Впрочем, есть на выставке и вполне привычные пейзажи. Правда, они тоже подверглись компьютерной обработке. Сочетание в одной выставке столь разных работ, по мнению сотрудников ИКЦ, вполне органично. Иногда хочется прям, чтобы буйство красок было, да, фантазия играла, воображение работала. А иногда хочется, чтобы вот прийти, да, вот в тихий лесочек, посмотреть на полянку, видеть солнышко, морально отдохнуть. Выставка «Цифровые миры. Земля, космос, другие планеты Вселенной» будет работать до 11 августа. Вход свободный. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. На летних каникулах в центре досуга Дроздова проходит множество детских мероприятий. Все они объединены программой «Наше лето», в рамках которой организуются творческие и спортивные вечера. На одном из таких побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Арсения Рогазянского. Практически все, как в школе. На занятиях всегда изучают что-то новое. Есть доска посещений, только за пропуски никто не ругает и двойки не ставят. Так, на протяжении каникул в центре досуга Дроздова действует программа «Наше лето». Дети собираются здесь три раза в неделю. На каждый день отведен свой тематический блок. В один – веселые старты, в другой – танцы, в третий – творческая работа. В этот раз своими руками ребята мастерили бабочек с помощью бумаги, клея, пластилина и даже веточек березы. Мастер-класс такой общий, достаточно простой, но, с другой стороны, интересный. Это возможность немножко под другим углом посмотреть на те материалы, которые вокруг нас, посмотреть на… увидеть красоту в листе, в палочке, в цветочке, вот, и выразить это, ну вот, в творческую работу. Настя Мамонтова живет в Москве, а сюда приехала на каникулы. Девочка – частый гость центра досуга. Летняя программа ей нравится, особенно, если рядом любимые друзья и есть возможность мастерить, танцевать и веселиться. Я провожу время с друзьями. Мы вырезаем, болтаем. И потом красивые поделки, если мы вырезаем. А если танцуем, тогда ты выучишь новый танец, и потом показываешь другим этот танец. Среди ребят были и взрослые, которые с не меньшим усердием трудились над поделками. Галина Дьякова пришла на творческое занятие с внуками Костей и Лерой. Женщина признается, такой занимательный досуг трудно еще где-то найти. Фотографии, которые мы друзьям посылаем, свои фотографии отсюда, все удивляются, говорят, где вы отдыхаете. А мы отдыхаем просто-напросто на даче в Подмосковье. И через дорогу у нас вот такой замечательный центр досуга, библиотека, и люди, которые занимаются с нашими детками. Творческий процесс всегда требует прилежности и предельной концентрации. Но куда важнее не результат, а удовольствие от проделанной работы. Программа «Наше лето» продлится до конца августа, а значит, у детей еще будет возможность смастерить подарок, принять участие в веселых стартах и потанцевать. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. У любителей отечественного футбола в минувшие выходные был двойной праздник. Стартовал новый сезон чемпионата России, а в Видном состоялись соревнования по мини-футболу на Кубок ветеранов Московского Спартака. На мероприятие побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Впервые в Видном состоялся турнир по мини-футболу на Кубок ветеранов Московского Спартака. Игры проходили на поле Видновской гимназии и вызвали большой интерес у зрителей. Организаторами соревнований выступили футболисты-любители. «Мы решили устроить для города некий праздник. Поговорили, провели встречу с ветеранами Московского Спартака, физкультурного общества, и решили организовать в городе Кубок ветеранов, привезти сюда знаменитых ребят, которые в свое время играли за Спартак, и подарить городу праздник футбола. Я сам просто футболист еще, тренирую детишек, поэтому эта тема мне очень близка. И вот мы решили поделиться эмоциями с жителями Видного». Состязание открыл знаменитый в прошлом футболист, а ныне телевизионный футбольный эксперт Евгений Ловчев. Он пожелал участникам честной борьбы, а главное – обойтись без травм. «Вот эти футбольные дела и турнир – это наша жизнь, это продолжение жизни, это радость наша, потому что все, что лучше у нас в этой жизни было, оно связано с футбольным полем и с мячом». В соревнованиях приняли участие семь команд – из Видного, поселка Володарского, Москвы и Домодедова. Шесть клубов были разбиты по двум группам, а в стадии плей-офф к ним добавилась команда ветеранов Спартака. Стоит отметить, что в составе Видновского «Антея» выступал в прошлом нападающий сборной России Александр Панов. «Посмотрел на игроков, они собрали какую-то информацию, сказали, что достаточно хорошая команда. Так что приятно поиграть в футбол с хорошими игроками, в хорошую погоду. Прекрасный день, я думаю, сегодня. И старт РПЛ начался, поэтому все взаимосвязано. И такое настроение хорошее, бодрое, поэтому приятно принимать участие». Согласно жеребьевке, первая игра проходила между носорогами и командой факультет. Первый тайм остался за командой из поселка Володарского, а футболисты из факультета решили изменить подход к игре во второй половине матча. «Установка была сначала присмотреться к команде, то есть либо это будет игра в какую-то комбинацию, либо игра от обороны. Но игра в комбинацию не очень получается, поэтому сейчас попробуем несколько другую тактику». На противоположном участке поля в этот момент проходил поединок между Видновским легионом и Севером из Домодедова. «Да что-то для нас очень все печально, проигрываем 1-0, а никак забить не можем. Не везет». «Вот сейчас только что забили, вышли вперед, сейчас будем чуть-чуть ловить на контратаках, стараться». Публика с удовольствием наблюдала за игрой любителей и бывших профессиональных спортсменов. Тем более, что многие из зрителей болеют не только за красивый футбол, но и за московский «Спартак». «Это нереально. Свободно можно прийти, посмотреть, со всеми сфотографироваться, пообщаться. Просто лайк всем». В финальной схватке сошлись носороги из Володарки и ветераны «Спартака», которые, несмотря на возраст, в упорной борьбе вырвали победу со счетом 1-0. Награждение состоялось в теплой дружеской обстановке в Бестпабе – любимом месте футбольных болельщиков. Победители получили награды от организаторов и спонсоров турнира. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. И на этом у нас все. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Мы работаем с вами и для вас. До встречи.